Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем на родине РП, центральный округ. Мой ник здесь Кирилл Путболови, не забывайте вводить мой ник при регистрации. Если вы введете мой ник и в прокате третьего уровня, я получу 250 тысяч и 150 тысяч я дам вам, поэтому можете вводить мой ник при регистрации. Также можете вводить мой промокод, его нужно вводить на 6 уровне, за него получите очень хорошие плюшки. Пацаны всех просто с наступающим, скоро новый год, буквально осталось 5 дней и уже будет новый год, 2020 год. И я хочу, знаете пацаны, какой подарок новый год? А именно 17000 подписчиков, поэтому пацаны, кто не подписан на канал, пожалуйста подпишитесь, потому что ну для меня 17000 подписчиков на канале это будет самый лучший подарок на новый год, поэтому кто не подписан просто возьмите, подпишитесь, потому что для вас это секунда дело, а для меня это очень и очень важно, поэтому пацаны, возьмите и подпишитесь. Желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Короче, я чисто по приколу заехал на Ношан и здесь продается просто моя мечта, за 56 миллионов просто BMW M560. Какая же она сука охуенная, пацаны, я бы хотел себе ее купить, но увы, у меня пока же таких денег нету и кстати у нее какие-то бампера странные. У нее какой-то задний бампер по-моему от обычной BMW, не Мки. Ну в принципе без разницы, но блин реально тачка очень классная, но 56 миллионов пацаны, это очень дорого для меня, у меня всего 24 миллиона. Если 5.6, то есть 5 миллионов 600 тысяч, я бы с радостью купил. Кстати, здесь еще продается вертолет за получается 14 миллионов 500 тысяч, можно было бы его купить. Здесь еще Маврик продается за 70 миллионов и здесь еще продается Бэхо за 11 миллионов получается, М4. Давайте посмотрим, что там по максималке у нее. Максималка 227. Ну типа мне нету смысла брать машину, потому что как бы у меня есть Ламба, типа у меня есть Крузак. А вот именно вертолет можно было бы купить. Ну блин, можно было бы конечно вертолет купить, потому что ну 13 миллионов за вертолет я считаю это не очень как бы дорого. Короче, я решил за-таки купить себе вертолет, только пацан не на месте. Так, тут еще номера МР-882, Робинсон Р-22, налог 300. Состояние 100. Ну давайте купим, хули нам делать. Только в том прикол, что пацанчик остался в том вертолете. И мне некогда его забрать. Я просто потратил пацаны 14 миллионов на вертолет, чтобы вы понимали. 14 сука миллионов я потратил на вертолет. Это просто пиздец. В итоге он еще в АФК ушел. Я не могу у него вертолет забрать, потому что он в АФК стоит. Просто охуеда пацаны, классный вертолет купил. Да, теперь у меня как бы Робинсон есть. Вот он, Робинсон Р-22. Да, конечно пацан, это не Маврик, но как бы он и дешевле получается в 6 раз. Он дешевле 6 раз, чем Маврик, чтобы вы понимали. Поэтому как бы я доволен своей покупкой, потому что, ну, я хочу себе, чтобы у меня был вертолет, потому что вертолет это очень классное средство передвижения, чтобы вы понимали. Поэтому вертолет это реально очень хорошая покупка и вложение. Тем более, когда квесты там добавят на Новый год, а скорее всего их через пару дней добавят, на вертолете будет очень удобно их проходить и быстро. Так, пацаны, вертолет мой уже получается опустился на землю, слава богу, он там стоит. Я, короче, купил машину, пацаны, для того, чтобы Рыжику подарить. Это уже будет как бы в следующей серии, потому что, ну, как бы вам серия зашла, там, где я машины Рыжикам дарил. Но в следующей серии я буду дарить Рыжикам, как бы, деньги и хочу кому-то подарить машину, потому что, ну, как бы ее недорого продавали, за 600 тысяч я купил вот эту Вольво на полностью ФТ. И я хочу потом ее подарить какому-то Рыжику. Я считаю, это будет очень хороший подарок, тем более перед Новым Годом. Поэтому сейчас, короче, возьмем вертолет, полетим его, припаркуем, и вообще сейчас посмотрим, как он летает, потому что я на Робинсоне не летал. Как бы я летал, получается, на Маврике, а Робинсон, я на нем вообще не летал, поэтому сейчас посмотрим, что вообще это за аппарат, как он летает, насколько он быстрый, либо медленный, там, и так далее. Здесь у нас Маврики стоят. Ну, блин, у меня тоже был Маврик, конечно, да, охуенный вертолет, но пришлось его продать, потому что были финансовые трудности. Чувак уже спрашивает цену, хотя я, как бы, его уже только купил. В целом, вроде бы, неплохо. Он такой, знаете, шустренький, такой маневренный, вроде бы как. Поэтому сейчас, короче, полетим, его припаркуем, может быть, еще, как бы, перекрасим. Все, короче, я припаркал, получается, мой вертолетик новенький. Да, конечно, он не такой уж быстрый, как Маврик, я вот сравнил. Вот это какой-то он более дерганный, знаете, какой-то более резкий, а Маврик такой плавный был, и Маврик был быстрее. Но этот тоже, получается, четырехместный, как я понял. Давайте хотя бы попробуем. Да, кстати, он тоже четырехместный, как получается и Маврик. То есть, получается, у этого вертолета есть всего лишь два минуса, то, что он такой более резкий и медленнее. А так он ничем не уступает Маврику, потому что Маврик тоже четырехместный, в принципе, и на нем тоже можно было спокойно, как бы, летать. Здесь такой тоже приятный салончик получается, такие сидушечки. Ну, я считаю, что покупка реально хорошая, потому что неделю назад я смотрел, такой вертолет продавали за 20 миллионов, чтобы вы понимали, и я не захотел его покупать. По-моему, даже за 25 миллионов, да. По-моему, даже за 25 миллионов продавали такой вертолет, а я не захотел его покупать, потому что, ну, типа, мне показалось, что это дорого. А тут продавали вертолет этот за 14 миллионов 500 тысяч. Полностью новый, хороший такой. И я решил все-таки его купить, потому что, ну, как бы, это небольшие деньги и хорошее, короче, вложение. Все, короче, пацаны, я перекрасил, теперь такой красивый у меня будет вертолетик, желтый такой симпатичный. Кстати, это, по-моему, вертолет, который еще снимал Давидович, если я не ошибаюсь. Робинсон какой-то снимал. Это Р-44, я не помню, как он снимал. В принципе, ну, вроде бы, такой же самый он и снимал. Ничего, прикольный вертолетик такой, знаете, ну, очень удобно будет передвигаться в нем, особенно, когда добавят квест. Все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok